Всем привет друзья, в этом видео оживляем планшет Samsung, моделька SMT310, данный планшет не включается и разряжается, в общем полный кирпич и наша задача как обычно реанимировать. Из того, что мне известно, ребят, довольно часто приходилось столкнуться с 300 семейством и основная проблема это выход из строя EMMC, если вам приносят планшет, который выключился сам по себе, не включается и разряжается, вообще никаких признаков жизни нет, тут 90% случаев, что вышло из строя просто-напросто память. На канале есть уже ремонт 311 модели, там тоже была проблема с EMMC и после замены все прекрасно заработало. Думаю, что здесь такая проблема, поэтому начнем мы сразу с EMMC. Поможет в замененном Medusa Pro, есть все для восстановления этой модели, в принципе проблем не должно возникнуть. Память тоже есть, со старой памятью мы не будем церемониться, мы ее полностью спиляем с помощью обычного дремеля. Во-первых, это сбережет процессор от угрева, а во-вторых, это сохранит большую часть пятаков, а то и полностью все под EMMC. Поэтому сейчас для начала мы разбираем этот планшет, потом снимаем плату, ну и так все по порядку. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Вот и все, друзья, EMMC мы с вами спилили, подготовили сразу посадочное место, все получилось хорошо, теперь переходим за компьютер и подготавливаем новую EMMC. Бокс уже подсоединен к компьютеру, софт медузапрова у нас запущен, устанавливаем новую EMMC в колодку, не забывая про ключ. Закрываем. Перед тем, как делать коннект, мы скачаем сразу файл восстановления с поддержки, для этого переходим во вкладку Download SRF. Выбираем нашу модель, выбираем нашу модель, выбираем нашу модель. Все готово, закрываем, выставляем напряжение 2.8. В 8-битный режим этого будет достаточно, делаем коннект. Перед тем, как записывать нашу файл, необходимо поправить конфигурацию. Переходим во вкладку EMMC Service, Геометрия. Выставляем буты по 4 мегабайта, RPMB это уже 4 мегабайта. Нажимаем применить. Делаем повторный коннект, сверяемся. Все отлично. Все отлично, все что нам надо. Делаем еще раз дисконнект, перевыбираем бренди нашу модель. Напряжение также 2.8, 8-битный режим. Делаем коннект. Переходим во вкладку Smart Repair. Нажимаем далее. Оставляем по умолчанию полностью все разделы, нажимаем Repair. Все готово, файл восстановления у нас записан, но это еще не все. Делаем повторный коннект. Необходимо теперь записать еще и бут, потому что он отсутствует в файле восстановления. Все прочиталось. Выбираем Boot Partition 1, нажимаем в Write и выбираем наш бут. Ну что же, ребят, все успешно записалось. Теперь берем нашу EMMC, переходим за наш паяльный столик и запаиваем ее на плату. Немного пошатали EMMC. Этого достаточно. Дадим немного времени нашей платье остыть и будем пробовать проверять. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, ребят, появились признаки жизни. Планшет требуется на логотипе Samsung. Это уже хороший признак. Залито у нас всего лишь часть прошивки. Теперь необходимо будет перейти за компьютер и его прошить. Итак, ребят, прошиваю сервисной трехфайловой прошивкой с помощью заводской утилиты Один. Перед началом прошивки загоняем планшет в Download режим. Для этого зажимаем две клавиши. Это кнопка включения и минус громкости. Теперь плюс громкости. Все готово. Подсоединяем к компьютеру. Есть звукопределение. Программа у нас обнаружила порт. Все отлично. Прошивка у нас уже выбрата. Нажимаем клавишу начать. Ну что ж, ребят, процесс прошивки начался. Необходимо немного подождать. Прошивка. 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 Ну что, ребят, после прошивки планшет успешно включился. Работает. Теперь можем приступить к этапу обратной сборки. Вот и все, друзья. Это видео подходит к концу. Планшет мы с вами починили. Основная проблема, как оказалось, неисправная ЕММЦ. После ее замены все прекрасно заработало. После такого ремонта обязательно какое-то время тестирую. Если все хорошо, буду отдавать клиенту. Вам спасибо за просмотр. И до новых встреч.